Строительство 11-й школы и Центра культурного развития стало одной из тем пресс-конференции Алексея Сафонова. Эти объекты вызывают наибольшую озабоченность администрации и горожан. К этому вопросу подключены и губернатор области, и госкорпорация. Ситуация непростая, но путь решения, похоже, наконец наметили. Приняты все организационные решения. Мы расторгли контракт и на ЦКР, и на школу. В стадии расторжения контракта на дорогу Чапаева сейчас идет активная работа по подбору нормального подрядчика. У нас есть свои наработки. Прислушиваемся к области, прислушиваемся к профильным министерствам, чтобы эту задачу решить. Мы все понимаем, насколько эти объекты нужны городу, и наша задача, чтобы они были введены в эксплуатацию. Большой блок вопросов касался городского хозяйства. В том числе речь шла о состоянии Горавтотранса. В прошлом году администрацию захлестнули жалобы жителей на работу предприятия. Тогда исполнение муниципального контракта по выполнению внутригородских перевозок составляло примерно 70%. В итоге сменили весь управленческий состав МУПа. Сейчас по отчетам Департамента городского хозяйства муниципальный контракт Горавтотранс исполняет на 99%. Решили не все, но большинство кадровых вопросов. Директор мне докладывал, что с помощью внутренних оптимизаций и улучшения труда удалось поднять зарплату рабочему персоналу именно Горавтотранса практически на 30%. Произошел донабор водителей, которые разбежались к этому моменту, рабочего персонала, слесаря, кто работает непосредственно руками. Однако санкции в отношении страны негативно отразились и на МУПе. Американские двигатели на автобусах, сложности с поставками запчастей и покрышек сказываются на экономической ситуации на предприятии. Плюс действующий тариф не покрывает всех затрат. Но в целом Алексей Сафонов положительно оценивает работу предприятия. Также журналистов интересовало, когда в нашем городе появится камера контроля скорости на дорогах. Проблема есть, признал Алексей Сафонов. Однако установка этих устройств – не полномочия муниципалитета, они принадлежат области. Но полномерную работу в этом направлении администрация ведет. Этот вопрос я поднял, что Саров, на мой взгляд, единственный город, не обеспеченный данной инфраструктурой, а потребность такая, по моим ощущениям, есть. Нас услышали, но там началась определенная реорганизация, и эти полномочия были переданы из МВД, областные полномочия, в специально созданный центр организации развития транспортной системы. Контакт наладили и с ними, подготовили обращение с указанием наиболее опасных скоростных участков. Все списки согласовали с ФСБ. Как считает Алексей Сафонов, устанавливать надо стационарные камеры, а не переносные. Определенных договоренностей удалось достичь. Возможно, уже в следующем году устройство для фиксации нарушений появится и у нас. Также глава города затронул тему с ТОСЭРом – благоустройство в рамках кластера Арзамас-Дивеева-Саров, реконструкцию очистных сооружений. Запись пресс-конференции Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.